Всем привет! Сегодня я расскажу вам о том, какие можно вырастить пряные травы на подоконнике. Итак, петрушка, укроп, кинза, чабрец, орегано, мелису. Мы можем вырастить на нашем подоконнике. Производители обозначили вот таким значком. Это означает окно, то есть то, что можно вырастить на подоконнике. Что нам потребуется? Во-первых, плошка, которую мы будем выращивать. Обязательно, чтобы она была с поддоном. На дно мы высыпаем керамзит слоем не менее двух сантиметров. Качественный грунт. Можно взять грунт универсальный. Мне вот такой грунт очень нравится. Он очень рассыпчатый такой, ну качественный. Мне понравился он. Вот такой, значит, грунт. Мы высыпаем, рассеиваем семена. Еще маленький секретик. Вот высеивайте, пожалуйста, семена вот в такие плошки, когда у вас длинная плошка, то по срокам всхожести семян. То есть, если в этом углу высаживать петрушку, с этой стороны высаживайте укроп, то середину не надо сажать тот, который будет очень долго сходить и срок всхожих семян от 10 до 12 дней. Нет, сажаем все те, которые по срокам сходятся. Листья салата, к примеру. После того, как вы посеяли семена, накрываем вашу емкость пленкой и ставим в теплое место. Температура прорастания семян составляет где-то от 20 до 25 градусов. Кстати, можно использовать вот такую тепличку. Мне тоже она очень понравилась. Можно вот в такие стаканчики сеять, а можно их просто убрать вот в такую емкость. Мы сразу насыпаем землю, делим территориально, то есть для каждого вида, и накрываем вот такой тепличкой. Ставим тоже в теплое место. Удобно, невозможно как. После того, как ваши травы пряные взошли и начали подниматься в росте, можем поставить их уже на основное место, то есть в теплое. Окно должно быть светлое, непродуваемое, с температурой не меньше 20 градусов. Если возможно, используйте дополнительное освещение. Но если нет, ну что ж, оставляйте как есть. Окно должно быть тепло, непродуваемое, с температурой не менее 20 градусов. Так как земляной ком для ваших ростежек ограничен, они требуют питания. Поэтому наши производители опять-таки же о нас позаботили, чтобы мы ничего не придумывали и не изобретали велосипед. Вот такой вот здравень для зеленых культур. Удобно, невозможно как. Но помните о том, что рекомендованную дозу мы делим пополам, разбавляем водой. Так как концентрация удобрений должна быть не сильно крутой для того, чтобы не происходило засаливание почвы. Так как земляной ком маленький и лишние удобрения тоже растениям совершенно ни к чему. Оставайтесь с нами. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин